Доброго дня, зрители канала Заметки Нумизмата! Мы с вами продолжаем разговаривать о вариантах хранения монет и оценке монет в коллекции. Уже в прошлый раз говорили о разных вариантах либо упаковки, либо хранения, либо каким-то образом сохранения монет. А сегодня давайте поговорим о такой теме, как слабы. Часто очень и в ваших вопросах вы спрашиваете, как мы относимся к слабам, к слабированию, к хранению монет таким образом. И, конечно же, мы можем высказать свое мнение, которое является именно частным и, конечно же, не может быть взято на вооружение как обязательное. Сразу оговорюсь, что очень часто такое бывает. Телега ставится впереди лошади, так же и со слабированием, потому что ключевое слово – грейдирование, а не слабирование. Главное – это присвоение монете грейда, уровня ее состояния, качество. И лишь вторично является упаковка монеты в коробку слабо, а не наоборот. Именно для процесса грейдирования, определения состояния монеты и были придуманы слабы. Почему? Монета без, слабо, может быть заменена, позднее повреждена. Ее вообще очень сложно каким-то образом привязать к присвоенному ей грейду. Ну, предположим, специалист по качеству монет, допустим, что такой специалист есть, определяет, что у вас монета высокого коллекционного уровня по принятой в Америке и часто используемой в мире, у нас в России, шкале оценки Шелдона, 70-бальной шкале. И вот специалист считает, что ваша монета достойна высокого грейда MS-62, то есть монета, не бывшая в обращении, без серьезных следов хранения, выраженном чеканном блеске и с хорошей протеканкой деталей. Но как вы сможете подтвердить это мнение эксперта, скажем, своему покупателю или аукционному долгу? Это только слова. Ну, разве что привести покупателя к эксперту, чтобы тот лично сказал, да, я считаю, что эта монета имеет такое-то состояние. Да и вспомнит ли вообще эксперт монету, которых он за день может видеть тысячи одинаково? Вот для этого, собственно, и придумали слаб. После определения реального состояния предмета, монеты, она запечатывается в герметичную коробку слаб, на котором указываются необходимые данные, такие как название монеты, ее присвоенный грейд, номер цифровой, по которому монету можно потом найти по поисковой системе, скажем, на сайте самой грейдинговой фирмы, штрих-код, ну, какие-то другие данные, иногда индивидуальные изображения, можно даже оставить подписи, соответствующие имени владельца или при надежде коллекции покупки на каком-либо аукционе, то есть фактически любую интересующую вас информацию, представляющую для вас ценность, ну, и, конечно же, за ваши деньги. И внутри сама монета, сохраняемая в том виде, в котором она была представлена на слабирование. Может ли в дальнейшем меняться ее внешний вид? Ну, конечно, немного может, потому что чаще всего слабые все-таки не полностью герметичные, но сохранность монеты в пластиковой коробке чаще всего намного выше, чем просто под воздействием открытого воздуха. Да и хранение монет таким образом для нее достаточно безопасно. Можно уже понять, что даже если вы уроните и разобьете сам слаб, монета, скорее всего, не будет повреждена, они будут поцарапаны случайно, что может случиться даже при хранении монеты в альбоме или даже в пластиковой пленке. Так что слаб это и указанные на нем характеристики грейда монеты, и точное определение ее типа, и, наконец, это и способ избежания повреждения монеты, транспортировка, хранение, все. Недостатки, ну, они, конечно же, есть. Выражены они в том, что, в первую очередь, монету уже нельзя взять в руки, покрутить, она уже в коробочке. Хотя владельцы, многие, имея уже монеты с определенными грейдами, свои коробки ломают, оставляя этикетки, по которым можно определить реальный грейд монеты, сохраняя фотографии монеты до и после слабирования, чтобы убедиться, что это именно та самая монета, и хранят ее отдельно, если уж им так нравится. И, конечно же, какой бы ни был прочным слаб, все-таки он тоже повреждается, время от времени его, наверное, необходимо просто менять на более новый. Ну, а что ж такого важного в оценке грейда монеты? Да на самом деле это принципиально влияет на ее цену. Высокий грейд тем и ценен, что монет в нем очень мало. Например, для монет Российской империи практически наивысшим грейдом, присваиваемым крупными американскими компаниями, является грейд 68. Исключительно редко, наверное, бывают монеты в более высоком качестве. Монеты серебряные, золотые, которым присваивается грейд выше 65. Это шикарные коллекционные экземпляры в ярком чеканном блеске, с полной прочеканкой всех деталей, без значительных дефектов, свойствах как процессу чеканки, так и последующему перевозу монет из монетного двора. Скорее всего, даже это монеты, которые просто сразу же попали в известные коллекции, сохранились прекрасно. Но когда на рынке встречаются два человека, покупатель и продавец, и начинается обсуждать покупку монеты, возникает очень много субъективных факторов. Вот, например, представлены вам аж четыре одинаковых рубля 1924 года, рабочий и крестьянин в разных качествах. Одна монета без слабо, тем не менее, это монета не бывшего в обращении, в состоянии анц, в ярком блеске, с хорошей прочеканкой деталей. Но если на рынке сойдутся покупатель, продавец, конечно же, продавец будет эту монету расхваливать, и, конечно же, покупатель или его консультанты будут пытаться найти в ней какие-то недостатки. Не так блестит, возможно, помыто, почищено и так далее. То есть любые попытки снизить цену монеты. Ну а стоит вот такой рубль с учетом ее состояния около трех тысяч рублей или, может быть, немножко меньше. Но как только монете присвоена категория МС-62, вопросы уже отпали. Нет, не чищена, нет, не имеет повреждений. Правильный блеск и цена такой монеты по крайней мере в полтора раза выше. Нет смысла спорить. Ее качество уже определено экспертами мирового уровня, лучшими экспертами. А с ними спорить смысла нет. Вы можете лишь принять эту монету, ее цену или отказаться, если она вам не по карману. Но монета может прийти на другой уровень и получить категорию МС-63. И тогда ее цена снова в полтора раза выше. Это уже заведомо около пяти тысяч рублей или даже еще дороже. И, соответственно, разговоры не пойдут как о монете с высочайшей прочеканкой деталей, начекая на еще новым инструментом. Но, может быть, вам повезет, и у вас будет монета в категории МС-64. И тогда от базовой цены рубля, который тоже не был в обращении, такая монета уже пообитает 2,5-3 цены. Ваша возможность приобрести ее или нет, приобрести монету более низкого качества. А качество и указано на слабее. Вот, собственно, именно с этой целью точное выявление грейда и указания на привязанной к монете коробке и придумана процедура закатывания монеты в слабые. Ну а о том, какие бывают слабые, мы с вами поговорим в других наших выпусках. Смотрите канал «Заметки мумизмата». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok